ВИП-КУПЕ НА ВОСТОК ФМ Доброе утро, друзья! Это ВИП-КУПЕ НА ВОСТОК ФМ. Вы знаете, у нас самое солнечное сейчас, чудесное настроение, потому что вот чувствуется, что, понимаете, да-да-да-да-да, это Кавказ. Что наши восточные ребята приехали, стало на пару геликов больше в Москве. Ты знаешь, в отличие от Питера, у нас солнце светит чаще, гораздо. Однозначно, да. В два раза как минимум. Это точно. Потому что сегодня в ВИП-КУПЕ настоящий дагестанский хулиган из Черняевки, что в Кизлярском районе в Дагестане чудесно в нашем любимом. Горячий, трудолюбивый, истинный лесгин, между прочим. Да. Ай. Конечно же, дерзкий, понятно, потому что все восточные настоящие мужчины всегда дерзкие. А так можно сказать, сильный, дерзкий, как пуля резкий? Можно, почему нет. Да, нормально? Да, да, да. Встречаем исполнителя нашего нашумевшего классного хита «Хулиганьо» Рейсан Магомед Керимов. Привет, Рейсан! Доброе утро. Доброе утро. Яна, доброе утро. Горячий, спасибо вам, что пригласили. Доброе утро всем моим слушателям «Восток-ФМ». Очень рад сегодня быть с вами в прямом эфире. Хочу поприветствовать всех своих земляков, кто сегодня подключился и слушает меня. И, в общем, слушает радио «Восток-ФМ». Как дела, дорогой? Как ты долетел? Мы знаем, что ты специально для этого эфира к нам сюда приехал. Прям с утра пораньше. Спасибо большое. Я долетел прекрасно, но волновался, конечно. То есть аэрофобия есть? Боишься летать? Конечно. Да ладно. Ну, летал много, но сюда летел что-то самолет. Да, надо это. Он вот так крыльями махал, да? Трясло его, да. Это я вспоминаю, даже из Краснодара я так летел, и там реально вот так самолет делал крыльями. Есть такие самолеты. Это новая разработка наша, между прочим. Как дома? Как родные? Спасибо, все хорошо. Дома все прекрасно. Погода у нас там чудесная, солнышко, так что приезжайте к нам летом. Тоже у нас в Дагестане очень всегда народ такой гостеприимный и всегда ждем. Тем более у нас сейчас там курорт открывается. Вот. Поэтому всех приглашаем, моих слушателей и неслушателей, которые новые появятся слушателями. Которые станут слушателями, приедут в Дагестан и станут слушателями. А у вас же пятеро в семье, да? Нас пятеро, если вместе с отцом, с матерью. Ага, ага. Есть традиции в семье же, наверное, да? Уважать старших, почитать, строго соблюдать дисциплину. Так. И не нарушать, чтобы наши дети следовали о дальнейшем. На личном примере. Все как обычно по-кавказски. Правильно, правильно, правильно. Ну а если праздники проходят, то прям громко, шумно, весело, наверное. Ну, каждый любит нашуметь, чтобы знали, что он лучше там исполнил. Подожди, подожди. А что значит каждый любит? Теперь уже все. Теперь есть в семье певец. Главный шумельщик. Главный, да. Самый шумный, наверное, и ты получается. Ну, пока шумлю я, да. Когда собираетесь все вместе, ты обязательно поешь? Или говоришь, можно я помолчу? Нет, я у меня это прям, я просыпаюсь с музыкой, конечно, в первую очередь с молитвой. А потом с музыкой у меня это повседневно преследует. Но на старте мой сын. Так что я его подготовлю. Он тоже пев поет уже? Ну, будет. Обязательно. Продолжить династию, да, такую? Сто процентов. Классно. Ну, вот раз уж о семье заговорили о быте, твое любимое блюдо из лесгинской кухни? Это лесгинский хинькау. Ух ты! Ой, боже мой. Вы не пробовали? Нет. Я да, я да. Ты была в Дагестане, я еще не был. Я обожаю Дагестан, часто бывает, а много шель, это просто что-то с чем-то. Ой-ой-ой. На самом деле у нас очень много вкусных блюд, национальности у нас очень много. Каждое, каждое блюдо, оно вкусное. Но я люблю свое, потому что я с детства это блюдо уже примирился с ним, поэтому лесгинский хинкал это... А чем лесгинский хинкал отличается от другого? Например, вот от даргинского хинкала, ну, они по форме же различные, да? Ну, даргинский хинкал я не могу есть, почему? Потому что, пускай меня правильно поймут, ну, там большие куски. А лесгинский хинкал тонко нарезан. Понятно. И удобно его употреблять. Для тех, кто следит за фигурой правильное питание, это лесгинский хинкал. Да, потому что тонкое тесто. Не, ну, вы знаете, я считаю, что можно любым хинкалом согрешить, что даргинский тоже... Да? Да, колбаса вот это, мясо вареное. Ладно, хватит хулиганить, предлагаю сразу к песне перейти сейчас. Да, давайте послушаем трек, а потом вернемся в студию, поговорим о Ри и Сане, узнаем о нем чуть-чуть сегодня побольше, потому что очень хочется представить вам этого артиста замечательного, такого, который прям выстрелил, что называется, в этом году особенно, потому что, ну, что там греха таить, один из удачных таких вот прям месяцев. Все получилось, все как надо, трек «Хулиганё» залетел, поэтому давайте послушаем прямо сейчас здесь, на «Восток.ФМ». И присоединяйтесь, конечно, к нам на огонек, залетайте в телеграм-канал «Восток.ФМ», там можно посмотреть прямой эфир, нашу группу в ВК. Все для вас, как говорится, так что доброе утро. Доброе утро, друзья, только что здесь «Хулиганьё», потому что сегодня у нас «Хулиган» в гостях, настоящий лесгинский «Хулиган». Рисан Магомед Керимов, Рисан, доброе утро. Доброе-доброе утро всем. Всех еще раз приветствую, кто только с нами соединился. Рад, что смог попасть на «Восток.ФМ» и своим голосом обрадовать своих земляков, которые и в целом своих слушателей. Буду стараться для вас еще больше выпускать хороших треков, чтобы вы могли вдохновляться. Но хотел бы, конечно, еще подчеркнуть свой новый трек, который хочу выпустить для всех слушателей. Особенно, конечно, хочется подчеркнуть для земляков, для дагестанцев, которые присутствуют на чужбине, чтобы они не забывали свою родину. И я выпустил такой трек про Дагестан. Мой Дагестан, вы имеете в виду? Я сын Дагестана, да. Сын Дагестана. И надеюсь, что этот трек оценят все. В общем, трек старался и думаю, что все получится. Мы его обязательно послушаем. Вот сейчас возвращаясь к тому, что ты говорил о себе, «Ты поешь с детства». Сразу обращаю внимание, послушали «Хулиганьон», имейте в виду, человек-самоучка. Да. Вот мы перешли на «ты» так быстро. Надеюсь, ничего страшного. Ты тоже с нами давай на «ты», потому что мы как бы у нас братское сотрудничество. Я азербайджанка, он армянин. Все хорошо, все собрали, дружба народом. Мы с юга. Конечно, мы южные ребята. Поэтому ты с детства поешь, ты самоучка. Это очень круто. При том, что в семье, как я понимаю, музыкантов больше нет. А ты первый музыкант, да, в поколении или как? Да. Да, я на самом деле первый. Я с детства это у меня было. Вообще, я с детства хотел барабанить. Я отца просил мне барабан, барабан купи. Он поехал там купить барабан. Раньше миллионы деньги были. Да, да, да. И в поезде у него украли с кармана денег. Вот он и грустный возвращался. Потом встретился его близкий. Он говорит, так сыну хотел барабан. И купить не получил. А мне подарили пионерский. Потом он ему пионерский подарил. Он говорит, у меня есть дома барабан пионерский. Ну да, я вот с него и начал. Класс. А потом я начал там посуду. Всякие чашки, стаканы. То есть все, что производило шум, 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 под руку. Ритм везде делал. А как петь начал? Петь. Меня просто начало вдохновлять то, что были. Конечно, я прислушивался многих артистов. Я любил слушать Магомеда Зыбова, Марата Хагалекова. И это которые артисты. Я очень любил их творчество и люблю. И я слушал их треки. И мне это дало мотивацию. И я начал петь. Можно сказать, подражать. Но потом уже начал свои авторские выпускать. Ну, слава богу, получилось. Меня народ принял. Слушатели понравились. Ну, можно сказать, что это твои, скажем так, учителя, которых ты слушал и у них учился петь. Музыкальные такие. Менторы. А как песни ты пишешь? То есть прям сам или с кем-то вместе? Ну, знаете, бывает, что я и сам пишу. Бывает, у меня вот вдохновение проходит. Я начинаю накидывать текст, придумывать песню, собирать. Ну, и бывает, конечно, авторы предлагают свои треки. Вот, чтобы... Читая внимательно, чтобы трек был со смыслом. Потому что бессмысленные треки я не люблю петь. Ну, это понятно. Зачем мне их петь, конечно. Да, и вот так, ну, бывает, вдохновляет, я сочиняю. Вот с треком «Хулиганё» вопросик. Когда вы... Там уже, по-моему, вместе с Русланом Добром сделали эту песню. Нет, без него, да? Это Михаил Черняев. А, Михаил Черняев. Путаю, точно. Пардон, пардон. Руслан, привет тебе. Подожди, а Черняев, Черняевка, это псевдоним или... Нет, это село, где я родился. Ну, а он Черняев... Нет, да, Михаил Черняев просто Михаил Черняев. Это просто совпало. Ничего себе! А то мы же подумали, может, он просто Черняевки. Я, может быть, псевдоним у человека, думаю, может быть, он тоже Магомед, понимаешь? А фамилия Черняев там не включает. Да, Михаил Черняеву тоже скажем спасибо, отличный трек. Как вот получилось это сотрудничество? Ну, он мне написал в Инстаграм. Ну, я сам, когда начинал тоже, я писал многим артистам, там, подскажите, как начать это все, как это все. Ну, хотелось, да, вот. Ну, никто ей, к сожалению, не подсказывал. Угу. Вот. Ну, я себя вспомнил, зашел в директ и увидел от него смс. Он говорит, блин, хочу спеть, давай попробуем, пожалуйста, ответьте, да хоть вы. Ну, конечно же, я сразу себя вспомнил и ответил человеку. Потом мы с ним созвонились, я пригласил его к себе в Дагестан, он приехал в Дербен, встретил его. А он откуда? Он, если я не ошибаюсь, он учится в Питере, в военном. Ох, ничего себе! То есть он такой русский парень, да? Вот это я понимаю. А, молодец. А восточный как вообще такой? Звучит прям как? Ну, это он приехал, когда к нам туда, там мы по Кавказу чуть-чуть поднастроили. Мы запитали, сделали. Так что Михаил, если слышишь, да. Из интеллигентной питерской песни получился супер-кавказский хит, понимаешь? Вообще, вообще, вообще. А когда текст увидел, прям сразу понял, что хит будет или как? Он предложил мне два трека, показал, да, мне понравилось. Я говорю, давай сделаем это, попробуем. И мы записали, и удачно получилось, сняли клипы. Треки сами по себе дали о себе знание. Ну, это здорово. Они прям реально выстрелили просто. Подожди, у меня такой вопрос. Вот когда смотришь на наших кавказских парней, понимаешь, что детство немножко по-другому проходит. Что сначала это, не знаю, самбо, это дзюдо, это, не знаю, бокс, в конце концов. Ты сразу ушел от этого? Вот, то есть, как бы, ну, спорт, это же как бы, ну, это как утром, да, вот чаю попить, Михаил. Ну, на самом деле, конечно, у дагестанца это вложено. Вложено, прям, вольная борьба. Да. Вот, я с детства занимался вольной борьбой, ходил на рукопашные бои тоже. О-о-о! До 23 лет я поддерживал спорт прям упорно. Меня забрали в армию, после армии я в армии тоже поддерживал, ну, потом творческая жизнь. Ну, понятно. Ну, по-моему, вы сейчас, ты сейчас в очень спортивной форме, такой большой, классный. Я могу однозначно сейчас сказать, что если вдруг вам позвонит телохранитель Рейсана, вы говорите, слышишь, ты давай это не рассказывай, он сам за тебя может постоять. Ну, вообще легко. В полной безопасности себя чувствуем мы с Викой, с директором Рейсана. Девочки, вы тоже можете почувствовать этот вайб, забегайте к нам на огонек в телеграм-канал Восток.ФМ, там идет прямой эфир, там можно посмотреть на Рейсана, увидеть Гарика, меня, наше настроение эфирное. Ну, и, конечно же, поставить свое сердечко, нам будет приятно. Прямо сейчас мы предлагаем тебе полетать в твой родной Дагестан, заглянуть в шикарный совершенно регион, где тоже слушают Восток.ФМ, мы передаем привет и Махачкале, и Дербенту, и Хасавюрту, города, где можно с удовольствием послушать Восток.ФМ. И прямо сейчас проведем игру, которая называется «Ковер-самолет». Все очень просто, мы поговорим про твой родной регион, про те традиции, которые есть в Дагестане. Мы же Восток.ФМ, у нас есть собственный, настоящий чартерный, хотя нет, это бизнес-джет. Это реально бизнес-джет, только ковер-самолет, на котором мы летаем. Принцип такой, у нас будет 30 секунд на полет, будут вопросы, три варианта ответа в каждом из вопросов. Нужно набрать правильно, хотя бы, ну, три правильных ответа, да? Три правильных ответа даешь, следующая песня автоматом попадает у нас в эфир. Да, в ротацию, играем на ротацию. Идет? Постараюсь. Постараюсь. Ну что, если рисунок готов, то можем, в принципе, взлетать. Поехали! Как называется знаменитая дагестанская лепешка с сыром, с мясом и зеленью? Чуду, хачин, чебурек? Хачин. Так. А самое-самое популярное? Чуду, конечно. Правильно, так. Сарайкум. Относят к горам Дагестана. Из чего она? Из гранита, из базальта или из песка? Из песка. А, правильно, молодец. В Дербенде есть свой? Кремль, цитадель или замок? Есть свой замок. Да. Трепость, да. Ага. Ну все тогда, уложились, понимаешь? Вау, молодец, ну все, три ответа есть быстро. Следующий трек с вас в Востоке. То есть мы его поем. Ты как-то еще сказал, следующий трек с вас, мы легко споем. Мы легко споем, конечно. Не, ну сыграем тоже. Надо было сложнее вопросы делать, Авакен. Почему такие легкие вопросы-то сделал? Нет, ты его сейчас ословил, Абби, он говорил, следующий трек с вас. Мы с ним можем дуэт записать. Мы дуэт сделаем, конечно. Это будет хит, сто процентов. Это точно будет хит, вообще, вообще, от души. Я предлагаю продолжить и прямо сейчас послушать еще один трек, который тоже стал твоим хитом. Песня называется «Мой Дагестан», да, «Сын Дагестана». Сын Дагестана. Да, «Сын Дагестана». Я вот почему-то все упорно называю его «Мой Дагестан», мне нравится так его называть. Просто у меня есть еще один трек под названием «Дагестан», поэтому мы решили «Я сын Дагестана». Расскажи чуть-чуть про эту песню, то есть она для тех ребят, которые сейчас на чужбине, которые скучают по родине и по своему краю, да? Да, трек сделан, не то, что сделан, но трек, в общем, был планирован так, чтобы каждый дагестанец, где бы он ни был, чтобы он понимал, что это его родина. Конечно, многие бывают, забываются, уезжают куда-то, забывают, что родина ждет его, даже где бы наши ребята не были, чтобы это какой-то им придавал дух, стимул, да, силу, что не нужно сдаваться, нужно идти вперед. И чтоб дисциплинировал. Да, и хочу, чтобы каждого дагестанца, каждого земляка нашего это вдохновило, потому что там очень такие слова в песне, которые, я уверен, понравятся всем. Ну, и, конечно же, в целости я этот трек сочнил для всех моих слушателей. Спасибо вам большое, что вы слушаете меня, поддерживаете, вы меня мотивируете, а я стараюсь для вас. Рисан Магомед Керимов, «Я сын Дагестана», «На Восток ФМ», слушаем. ВИП-КУПЕ НА ВОСТОК ФМ Это ВИП-КУПЕ НА ВОСТОК ФМ, друзья, мы продолжаем. Как обычно, утро начинается на Востоке, по-восточному легкое, приятное. Открываем секреты сразу, пока мы слушали песни, тут как раз Рисану прилетело сообщение. Да, да, да. Напомним, сегодня у нас в гостях Рисан Магомед Керимов. Рисан, еще раз доброе утро, спасибо, что пришли. Ай, хорошо как. Друзья, присоединяйтесь к нам, телеграм-канал Восток ФМ, а также группа ВК, всем привет. Мы вас ждем. Кроме того, номер телефона прямого, плюс 7499-750-0940. Если вы хотите задать свой вопрос Рисану, мы тоже, пожалуйста, рады, welcome, приходите. Рисан, я так понимаю, что вот с утра пораньше встретил брат, брат привез, где-то он рядом, где-то он слушает Восток ФМ сейчас, правильно? Да, мой брат, он сейчас уехал, конечно, на службы. Ну, поработать надо, да. А так хочу передать своему брату, нежвидилову Рамазану, который служит в Москве, в МЧС, Россия, лидер. Огромный салам алейкум тебе, брат, спасибо, что ты меня встретил, привез в это замечательное аудиторию, место, где я смог пообщаться и ответить на много интересных вопросов. От нас тоже большой салам, тоже очень рады, что вот так это делается, понимаешь? Не на такси человек поехал. Конечно. Помнишь, как это, говорит? Я, говорит, у вас там гостиница рядом есть, я там переночу. Ты с ума сошел? С ума сошел? Это что за неуважение вообще? Так не надо делать. Хорошо. Рисан, ты создатель музыкального комикса, мы так подумали с Гариком. По названиям песен, смотри, получается. У тебя прям реально, ты первый музыкальный комикс делал. Смотри, внимание. Моя любовь, мир Кавказу, королева, дали, прощай, предки, алпаны, моя ламба, ну и так далее. То есть, получается, сначала... Картинка прям выстраивается целая. Сначала Кавказ, моя любовь, встречаешь любовь. Понимаешь, что мир Кавказу, все, вроде, любовь есть. Понимаешь, она королева, все хорошо, вроде, отношения начинаются. Дали это про красоту гор, наверное. Да, или просто дали, ну там, подарки привез, как свататься нельзя, так без подарков. А потом что-то пошло не так, ты говоришь, все, прощай, извини, все. Ну, было, было, да, немножко, нет, не дай, да. А вот, а потом к предкам вернулся, там дальше, а туда-сюда... А вот алпаны, это что? Да что такое алпаны, расскажи. Или алпаны, как правильно сказать? Алпаны. Алпаны, народность. Это, ну, вообще, мы сейчас, мы разъединены, как сказать, нас разделили во времена там, ну, исторические. На самом деле, много национальностей. Мы будем все едины, Цахур, Табасаран, Рутулы и Удины, Агулы и Лизгистан. И почему это именно алпанцы? А мы были единой нацией все. А-а-а. Понимаете? Вот, 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 вот. Поэтому спел с историей. Ага. Здорово. Вот так вот. Ну, я хочу вот, сейчас он от нас будет тоже тебе такой небольшой респект. Значит, как вообще происходит? Когда Рейсан едет по Кизляру на своей ламбе, лежачий полицейский встает, говорит, царян, отходит в сторону. Извини, брат, уходит, оползает. Да, проезжаешь, ложится на место. У тебя реально есть ламба? Ламба? Нету. Ты знаешь, у нас тоже нету. Если подарят, да. Вот, правильно. Друзья, Рейсан принимает ламбы, пожалуйста. Если будут коцки, отдавай нам, мы заполируем. Один из самых гуронких твоих хитов, это все-таки «Предки», красивая очень песня. Ты сказал, что она о людских ценностях и реалиях сегодняшнего дня. Ее ты исполнил в программе Андрея Малахова, «Песни от души», мы видели. И вот была Эльмирочка, твоя супруга замечательная, тоже на этой программе. И с Лизгинским как раз таки она. Приходила к хинкалам, да. Что послужило вот поводом к написанию такой трогательной композиции? А можно спросить? Да. Вы видели эфир? Да, смотрели. Хинкал вам аппетит вызвал? Ну, у нас любой хинкал всегда вызывает аппетит. У нас особо прям там удивлялся. Когда это в кадре, да. На фоне всех угощений, которые там были, это было лучшее угощение. Нам про еду нельзя спрашивать. Ну, и нас вообще все всегда очень радует. Мы сейчас худеем уже два дня. Да, после Нового года. Да. Сразу глаз. Скажи чуть-чуть про эту песню. Ну, про песню «Предки», конечно же, у нас принято, я повторяюсь, как бы почитать старших, уважать. Почему я у меня именно, вы говорите, там, перечислили направления разные в песнях. Потому что я считаю, что для себя сделал такой вывод. Нужно, как бы, если творческий человек, это лично мое сугубо личное мнение. Конечно, иной раз бывает поправлять. Если творческий человек, кому-то, кого-то вдохновляет. Видите, я вдохновил своих земляков. Потом спел песню, там, общую, там, за Россию, допустим. Слушатели из России, им понравилось. Чем больше слушают разного контента людей, я считаю, что у меня разные ракурсы. Я вокруг. Конечно. Показываешь себя со всех сторон. Со всех сторон, да. Это такая музыкальная летопись, можно сказать, и напоминание о корнях, чтобы не забывали в том числе. Мне многие говорят, а что ты, там, вроде ты тут предки поешь, потом, и стоят такие вот, кавказские, а потом ты прям про любовь жидкие песни поешь. Я говорю, послушай, ну давай, когда я спою про любовь, а потом придет новая аудитория, они послушают потом про предков. Конечно. И они будут интересоваться, а кто же наши предки? И потом, а предки что, не любили? Любили. Любили, конечно. Но единственное чувство, которое созидает, это любовь. Вообще. Тут уж не поспоришь нисколько. Конечно, к своим родителям, прежде всего, потом к своему мужу, жене, детям. Поэтому здесь все логично и правильно, и здорово, что поешь про любовь. Кстати, про любовь. Я думаю, вот девушки на твоих концертах, они тоже такие, ооо, такие, да, все в настроении, сразу романтическом, когда моя королева тебе поют. Это же классно. Ну, да, конечно. Жена не ревнует? Нет, она у меня понимает. Она даже меня, когда я выезжаю, куда-то наряжает, говорит, тебя должны любить. Женская аудитория, тебя должны любить, чтобы, говорит, ты еще популярнее стал. Наряжай тогда мужа. Какая молодец. Вот это я понимаю, кавказская женщина настоящая. Надо правильно мужа наряжать. А то что это муж страшный? Хилкал готовит, галстук поправляет. Подожди, а на гастроли она... Не, а у вас же, да, трое детей, да? Ну, она домохозяйка у меня дома, конечно. Подожди, трое детей? Ну, да. Да это мало, ты что? Да? Нормально, конечно. Я десятерых хотел вообще. Да. Это просто только начал Рейсан. Сейчас он еще разгонится. И дальше все получится. Ну, у нас, видите, у нас же у Кавказа так же обычно чем больше семья, тем больше возможностей. Конечно, тем больше счастья. Друзья, мы продолжаем. Это вип-купе на Восток-ФМ. Сегодня у нас Рейсан Магомед Керимов в гостях. Буквально после рекламы вернемся и продолжим наше общение. Пожалуйста, друзья, оставайтесь с нами. Это Восток-ФМ. Утро начинается на Востоке. Вип-купе на Восток-ФМ. Доброе утро. Передаем сигналы точного кизлярского времени. 9.41 сейчас в Кизляре, в Чернеевке на минуту больше. Ну, они могут себе позволить. Сегодня у нас в гостях Рейсан Магомед Керимов. Доброе утро, дорогой. Доброе утро всем. Доброе утро, Восток-ФМ. Всем моим слушателям. Ай, всем салам. Мы послушали сегодня новую песню «Я сын Дагестана». Вот там есть такая срочка. «Горы украли душу, нет другого рая». Часто в горы ездишь, вот когда оказываешься там? Я каждый день этой горы вижу. Нет, вижу одно. А вот так, чтобы уехать туда, вот в ущелье какое-нибудь? Ну, каждый день. Серьезно? Прям каждый? Да. Дорога проходит, говорит. Дербент. Я нахожусь в Дербенте. Так. И горы прям... Окно открыл. Салам-Алейкум, горы. Класс. Очень здорово. Можно только мечтать об этом. Очень круто. А что вот горы для тебя в первую очередь? Это вдохновение. Оно успокаивает. Оно дает человеку просто морально, физически просто выдохнуть все свои проблемы, все свои тревоги, недуги. Все, что есть на душе, успокаивает просто душу и... Здорово. Да. Это просто мечта, знаешь, чтобы горы было видно из окна. Но такое разве может быть? Да, может быть. Надо просто в Дербенте покупать недвижимость какую-то. Не в Дубае, понимаешь, а в Дербенте. Я, честно говоря, когда в Дербенте вот последний раз была, мы были когда-то весной, я тоже думаю, надо уже как-то, надо что-то покупать уже, брать какие-то варианты там, искать, что-то около моря неплохо было бы тоже. Конечно, у нас сейчас курортное там все, у нас же второй Дубай будет там, кстати. Туризм сейчас будет только так. Как можно всех это, да, аккуратненько так это обмануть сказать? Да, я в Дубае купил, правда он еще строится. Слушай, там очень, там даже получше будет, чем в Дубае. Вы когда приедете в Дербент, обязательно посетите Курахский район, селение Ашар. Вам точно там у вас останется вдохновение, конечно. Ты записал? У нас все записывается. Рисан, мы когда приедем в следующий раз, мы сразу вам позвоним, говорим, Рисан, мы не забыли, как называется это село, пожалуйста, отвезите нас туда. Не-не-не-не, пожалуйста, отвезите. Рисан, мы прилетели, мы не знаем, как это, да, и тут машина подъезжает, Рисан за рулем. Это черный бумер, а не Панамера. Да, да, да. Кстати, про песни. А на Лизгинском поешь? Конечно. Не очень много песен таких, которые сильно известны. Спой что-нибудь там из своего на Лизгинском? На Лизгинском? Да. Любую какую-нибудь свою песню. Спой про отца. Давай. Угу. Спой про отца. Спой про отца. Очень круто. Что отец, ты для нас все. Слушай, очень красиво получилось. Я предлагаю сейчас сделать так, чтобы у каждого, кто захочет, остался голос нашего гостя. Да. И не просто остался бы этот голос. А он бы еще и будил вас. Да. Сегодня день нежности просто отмечают официально во всем мире. Ахвах. Да, это реально ахвах, поэтому мы решили вам, наши дорогие восточные люляшечки, сделать подарок. Кавказский будильник. Это наша новая рубрика, в которой звезды нашей восточной музыки будут вас нежно будить. И вот Рейсан сегодня открывает. Ты первый артист, который в этой рубрике начнет. Принцип такой. Значит, мы будем вас будить. Вернее, Рейсан будет петь для вас. Полная импровизация. Он не готовился. Мы тоже. Ну и слова будет какие-то говорить. Все стонтанно, да. Мы попробуем разбудить, например, спеть такой мини-будильник коротенький для друга. Да, для любимой девушки или там для супруги. И попробуем разбудить начальника. Почему нет? Да, почему нет? Начальник обычно разбудит. А так один раз взять и начальника разбудить когда-нибудь. Так, хорошо. Давайте начнем с друга. Друга мы будем вот под такую мелодию будить. Можно петь уже? Да. Мой друг, вставай, просыпайся по-кавказски, улыбайся. Всем дари ты радости и мечты свои. Что-нибудь такое добавьте тоже. Как это круто было, слушай. Вот это да. Классно, классно. Так, а теперь попробуем. Так, просто сейчас я в себя приду. Давай, давай, давай. Это было круто. Очень классно, реально. Поймал вдохновение и сбился. Теперь, внимание, нет, нет, бутильник он короткий должен быть. Знаешь, чтобы возникало желание руку протянуть, сказать, дожди еще через пять минут, хочу послушать это самое. Это вот идеальный вариант короткого бутильника. Сейчас будем будить девушку. Да, или жену любимую. Вот под такую мелодию. Как понежнее. Любимая, ты просыпайся, чаще ты мне улыбайся. С добрым утром, милая, ох, как я люблю тебя. Да, Господи, как он это делает? Просто вообще мгновенно стихи пишет. Как классно, какой талант. Вы вдохновляете, видите, мотивация. У нас уже практически две песни запримерены. Вай, 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 вай. Полный эксклюзив. Друзья, вот хотели вы будильник, который не нужно выключать, потому что он бесит, знаете, когда-то. И ты думаешь, Господи, как разбить его? И третий вариант, давайте начальника разбудим. Какая у нас будет музыкальная мелодия? Правильно, пожестче для начальника. Доброе утро, мой начальник. Я звоню сейчас вам. Тихо, не судите. На работу приходите. Ну, как-то так. Ну, с начальником сложнее, я понял. Браво, 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 браво. Тут нужно так аккуратненько это все делать, что ли? Ну да, начальники, да, начальники, они же, они не опаздывают, они задерживаются. Начальники позже приходят. Ну что, три версии классных, шикарных будильников. Только что от Рейсана Макамед Керимова здесь, в эфире Восток.ФМ. Это было прям вот, ну, от души. Здорово. Спасибо большое. Мы собрали олимпийский заново, чтобы тебе поаплодировать. Да, да, да. Всем огромное спасибо. Спасибо, дорогой. Это было очень круто. Это было очень круто, друзья. Напомню, с вами Восток.ФМ. У нас все еще здесь в гостях замечательный артист, исполнитель. И, как вы видите, просто человек, который буквально за секунду создает треки, пишет стихи. И это очень здорово. Рейсан Макамед Керимов сегодня у нас в гостях. Артист замечательного лейбла «Звук М» наших больших партнеров и друзей. Мы продолжаем присоединять, залетать к нам в телеграм-канал. Там можно как раз-таки свой будильничек себе забрать, скопировать, сохранить и отправить вашим близким, чтобы они тоже порадовались, увидели, кайфанули вместе с нами здесь на Восток.ФМ. И вангую сейчас. Девчонки первые скачают себе эти вот... Ой, да там так красиво, любимая сразу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поехали дальше. Вип-купе на Восток.ФМ. Это Вип-купе на Восток.ФМ, друзья. Продолжаем. Сегодня у нас в гостях Рейсан Макамед Керимов. Мы здесь с утра пораньше уже успели проснуться под его чудесный голос, потому что это был настоящий восточный классный кавказский будильник, который у вас есть возможность себе, между прочим, забрать. Заходите в наше сообщество в социальные сети. Пока идет эфир, можно это сделать бесплатно. Да. А потом за деньги. А после эфира только за хинкал, все. С вас хинкал, с нас будильник. Такие обстоятельства, извините. По-другому никак. Вот мы сегодня... Одна из главных таких тем нашей встречи. Это премьера трека «Сын Дагестана» в эфире Восток.ФМ. Твоего нового трека, который с сегодняшнего дня начинает звучать в нашем эфире. Классная, очень такая трогательная, при этом динамичная песня. И будет ли клип к ней? Планируете? Да, обязательно мы планируем снимать клип тоже. Это в процессе у нас все. Но я надеюсь, я уверен, что земляки, которые находятся на чужбине, они заставят этот трек звучать каждый день на Востоке.ФМ. Правильно. Голосуйте в нашем хит-параде «Звезды Востока» на сайте Восток.ФМ. Вот прям чем больше голосов, тем выше трек. И может быть на самую вершину даже. Я верю в вас, мои земляки. И, конечно же, слушатели мои все. И все для меня одно и то же. Но просто трек такой про Дагестан, именно откуда мы все расползлись. Но в целом, да, мы планируем снять клип тоже. Мы заснимем Дагестан, все его красоты. И покажем обязательно в соцсетях. А планируется сольный концерт? Вот хочется уже прям полномерно послушать артиста. Начали работать над ним. Да, уже, ну как, это все в процессе. Мы обязательно, конечно, планируем сделать очень хороший сольный концерт тоже. Но все идет в процессе. Обязательно оповестим всех слушателей, как мы это запланируем уже конкретной датой. Александр, а где в ближайшее время можно вот послушать будет вживую? Где планируется выступление? Да, где какое ближайшее выступление будет? Где меня закажут? Скажут, приезжаю с полоской. Вот так. Ну, слушать, конечно же, вживую вы имеете в виду. Да, да, да. Где выступление? Ну, планируется там. Ну, наверное, всякие праздники, 8 марта все будет. Корпоративы какие-то, может быть, там, или вот это вот это ладно. А вот, ну, зал какой-нибудь. Ну, основном у меня вот бывают заказы есть, конечно, у меня. Такие сольные частные концерты? Концерты, свадьбы, мероприятия, корпоративы. Когда будет готов большой сольный концерт твой, да, и больше никого, где ты его первый концерт дашь? Это будет дома в Дагестане или же... Может быть, здесь, в Москве, наверное. Да, или, например, здесь, в Москве. Ну, это зависит, конечно же, мы будем обращать внимание, где больше слушателей. Ну, приедем, в первую очередь, туда и будем радовать своих слушателей. Вот это самый классный ответ, на мой взгляд, потому что, ну, надо ехать туда, где больше слушателей, понимаете? Правильно. А вот ты говоришь, что земляки, земляки, мне кажется, что слушают все-таки твои песни не только земляки. По мне так, у меня есть подруга, например, она вообще даже не наша восточная, да, девочка, но она просто слушает все твои песни и очень нравится, подписчица. Поэтому разные люди слушают тебя. Огромный привет вашей подруге. Вот. Да, пользуясь случаем, хочется передать привет еще нашей замечательной дагестанской подруге, очень важному для нас человеку, Патиме. Патима, дорогая, Патима, привет, Патима Оливова, привет, привет, привет. Ну, что я могу сказать? Здорово так получилось. Более того, твои фанаты теперь могут получить себе еще и кавказский будильник. Это да, без всяких сомнений, да. Песню новую услышали, услышали. Откровенно на все вопросы ответил, прям вот, не таясь, да, вот прям открыто. Поэтому прям респект, уважение. Это да. И вот в завершении нашего разговора сегодня время очень быстро пролетело. Вот какая есть мечта у тебя, самая-самая заветная? Мечта, конечно, это достойно вырастить своих детей, определить их, встретить достойно старость. Вот, и пользуясь случаем, хотел бы еще поблагодарить всех организаторов, всех людей, кто помогает мне продвигаться в моем творчестве. Это, конечно же, компания «Звук М», Михаил Югов и всей его команде. Всем огромное спасибо вам за вложенный труд, за все. И хотел бы поблагодарить Касумова за Геддина, этот человек, который мне помог в самом начале. Благодаря нему меня услышали все. И потом я начал работать с компанией «Звук М». И я очень рад. Спасибо вам огромное всем. Спасибо. Ну что, на этой такой вот трогательной ноте благодарности, потому что всегда нужно помнить, с кем ты начинал. И не забывать про это никогда, друзья. Это наш восточный принцип. Мы предлагаем двигаться дальше, послушать еще одну композицию. Спасибо. С вами сегодня был Рисан Магомед Керимов. Рисан, мы всегда ждем на Востоке. Всегда. Вообще. Будешь проезжать, забегай к нам, заезжай. Вику, бери все, приезжайте. Всегда ждем. Хинкал тоже привезет? Да, хинкал тоже один раз. Мы хотим просто разницу понять между Лизгинским хинкалом и другим. А я хочу попробовать между хорошим и нехорошим. Может, я нехорошие пробовала, я не знаю даже. Ты будешь кушать хинкали, а я буду хинкал кушать. Я не против и то, и то. Ну ладно. Друзья, это Восток.ФМ. Все, обнимаем вас. Поехали дальше. Спасибо, Рисан. До встречи. До встречи. Пока-пока.